Энергетическими вампирами называют тех людей, которым не хватает собственной энергии, и они вынуждены выкачивать ее из окружающих. Официальная наука их существование отвергает, но многие парапсихологи утверждают. Вампиры существуют, и они вокруг нас. По их мнению, энергетические вампиры делятся на две категории. Естественные и профессиональные. Так вот, например, естественные вампиры, дети, им нужна энергия, энергия от родителей, потому что он еще не может энергию в полном объеме брать из космоса. А уже когда он начинает отдаляться и уметь брать эту энергию, вот тогда и появляется, я сам знаю, я уже взрослый, это как раз вот на этом периоде происходит. Но есть вампиры профессиональные. Это те, кто специально провоцирует нас на отрицательные эмоции. Вампиры – это образ конфликтного человека. Это человек, который всегда конфликтует. Это человек, который разговаривает на повышенных тонах в оскорбительной манере. И он всегда этим подпитывает. Мало кто из представителей шоу-бизнеса обходится в своей карьере без скандалов. Так может быть, они все энергетические вампиры? Что думают об этом сами звезды? А вы верите в то, что у нас в обществе есть энергетические вампиры? Верю, да. Вам приходилось сталкиваться? Приходилось, но мы люди не лыком шиты. В шоу-бизнесе есть энергетические вампиры? Есть, я не буду говорить. Певицу Валита Милявская признает – ей часто приходилось иметь дело с энергетическими вампирами. Конечно, встречались до тех пор, пока ты ровным счетом не понимаешь, что это энергетический вампир. Пока ты не отдаешь себе отчет, что когда ты с этим человеком находишься, когда он отходит от тебя, чувствуешь себя пустошим. В 2000 году у певицы возникли настолько серьезные проблемы с нервами и психикой, что она даже была вынуждена лечь в психиатрическую клинику. Валита убеждена – немалую роль в этом сыграло негативное влияние энергетического вампира из ее самого близкого окружения. Вы посмотрите все, кто был у меня. Особенно наш список большой мужей. Вот и сами определите, кто был вампиром. Попадете в точку. Почему-то на ум сразу приходит одно единственное имя. Именно этого человека Лалита когда-то обвиняла во многих своих бедах. Рискуем спросить вновь. Мы определили как раз, что он энергетический вампир. Да он вампир. Ну это ж не значит, что он от этого хуже там, да, стал. Ну вот так человека Бог создал. Он вампир. Ну ему, наверное, хорошо от этого. Просто, ну, бывает, если у него есть как бы откуда подпитываться и замечать. Я просто не люблю вампиров. Итак, наши звезды признают. Энергетические вампиры существуют. Николай Басков утверждает, что они встречаются и среди его коллег. Но кто именно? У кого из известных артистов хватит смелости признаться, что он питается чужой энергией? Я думаю, он и есть такой. Ответ актера ошарашивает. Александр спокойно продолжает. Без этого ему было бы трудно выступать на сцене. Такая вещь. 1200 человек в зале. Что ж ты должен сделать? Чтоб через полчаса они сидели как кролики и слушали то, что ты говоришь. Они сидят и слушают. Также магически Домогаров действует и на женщин. Перед ним не могли устоять самые красивые звезды нашего кино. Но все его романы заканчивались скандальными разрывами. В 2004 году от него ушла его супруга, актриса Наталья Громушкина. Она устала от постоянных скандалов, которые ей устраивал Александр. В 2007 разрывом закончились отношения актера с красавицей Мариной Александровой. С ней Домогаров прожил два года в гражданском браке. За это время актриса не раз пыталась уйти от Александра, обвиняя того в несдержанности и даже в рукоприкладстве. Но окончательно порвать отношения с Домогаровым ей удалось с большим трудом. Нумеролог Клара Куздинбаева уверен. Проблемы в личной жизни у Александра именно из-за того, что в его цифровом коде скрыто число энергетического ванки. Домогаров Александр Юрьевич. Техническая характеристика 279. Это знак прогресса. Аналитик сильный. Раз, два, три, четыре говорят о его волевом характере. Но, когда при такой энергетике нет четверок, это эмоции возобладают над разом. Это люди, которые очень тяжелы в быту. Одна из его последних любовниц, актриса Айкуль Нейнштейн подтверждает, в Домогарове есть что-то мистическое. Нет, говоря каким-то таким бархатным голосом, вести в свой мир. Ты сидишь, развесила, язык высунула. Но я думаю, что он обладает каким-то таким гипнозом. Таким вот, что попадешь и все, кирдык тебе. Сама Айкуль влюбилась в актера с первого взгляда. И даже зная обо всех его скандалах с предыдущими женами, не смогла противостоять чувству. Зла полюбишь и Домогарова. С Айкуль актер себя вел так же, как и с ее предшественницей. Но она терпела все. Почему? И знает до сих пор. У меня самой загадка. Но в нем матерился постоянно. Все полтора года, мне кажется, моим именем было тварь, *** и ***. Подруги актрисы пытались убедить ее уйти от Домогарова. Но Айгуль была не в состоянии даже нормально разговаривать с близкими. Мы на какое-то время Айгуль потеряли, слышали только слезы в трубке и крики о помощи периодически. Их отношения с Домогаровым продлились полтора года. Айгуль вспоминает. Все это время между ними постоянно вспыхивали скандалы. А порой доходило и до драк. В конце концов, Айгуль ушла. Но забыть Александра она не может до сих пор. До сих пор хранит его фотографии. Но сегодня она решает окончательно порвать с прошлого. Ура! Поздравляю, молодец. Ты справилась. О непростом характере актера Айгуль рассказала журналистам. Многие издания опубликовали ее откровенные интервью. Но, несмотря на это, на спектаклях с участием актера всегда аншлаг. Сам Домогаров уверен в том, что зрители не могут устоять перед его обаянием. А еще, если учесть, что процентов 30 прочитал «Желтую прессу», которые думают, какой же подонок вышел сейчас на сцену. Это же тоже надо сломать. А через три с половиной часа они будут стоять и аплодировать. 27 июня 2007 года многократная чемпионка России и Европы по велосипедному спорту Юлия Арустамова была найдена мертвой в квартире своего психолога. Следствие так и не смогло установить причину ее смерти. Рудольф Загайнов и есть тот самый психолог, в квартире которого обнаружили тело спортсменки. После этого случая он уехал из Москвы и закрылся от прессы. Мы первые, с кем Загайнов согласился встретиться. Он до сих пор не может оправиться от той трагедии. У меня тоже в жизни было много страшных переживать. Главное, что я пережил, это Юленька, моя любовь. Юлия Арустамова пришла в российскую сборную в 1996 году. Она выиграла несколько чемпионатов, но ее заветной мечтой была олимпийская медаль. Но выиграть олимпиаду девушке не удавалось. Ее тренер вспоминает, свой проигрыш на олимпиаде в Афинах Юлия восприняла как трагедию. Именно в этот момент она встретила Загайнова. Появился вот в семье, как говорится, Загайнов. Это человек, который прошел многие виды спорта и везде не совсем порядочная у него была репутация. Но он купил Юлю в тот момент чем? Юля, если ты будешь со мной, олимпийские медали у тебя в кармане. Ну, девчонка клюнула. Юлия Рустамова так хотела стать олимпийской чемпионкой, что начала работать с психологом, даже не посоветовавшись со своим тренером. Я, вернее, узнал. Ну, в какой-то степени за моей спиной все проходило. Я как узнал, я здесь Кубок мира проходил. Юля выступал. И мне потом говорят, что с Юлей работает психолог. Я говорю, в каком плане работает? Ну, он весь ее настраивает, он, мол, опытный он. Методы психологической работы Загайнова, о которых тренеру рассказывали подруги девушки по команде, повергли наставника спортсменки в шок. Он ее раздевает до гола, кладет ее на кровать и сидит над ней. И буквально с мыслью, вот я не знаю, то ли заклинание, то ли еще что-то, то ли еще что-то. Якобы на дистанции психологически воздействует на нее, дает ей какую-то установку там или еще что-то. Я так, бред, такой был. Но сам психолог очень гордился своей авторской методикой. Именно она, по его словам, помогала многим спортсменам выигрывать золото на соревнованиях. Я следую за настроением спортсмена в 24 часа в сутки. Моя задача, срочно вернуть его в оптимальное состояние, в нужное боевое настроение. Мой метод – это доверить на беседы перед сном обязательным. Загайнов утверждает, он всегда добивается потрясающих результатов. Видимо, потому что спортсмены попадают в его полную власть и верят всему, что он им внужает. Он сможет глаза и нам верит, как маленький ребенок. Заметьте, они из колясок смотрят в наши глаза. Я тренируюсь на детях. Когда хожу по улице, вот я сразу глажу головку. Ну, как жили, снимать там, как будто со взрослым. Я думаю, что это, наверное, врожденное. Какие именно качества у него врожденные, психолог не уточнит. Но факты, наводящие на определенное подозрение, налицо. Юлия стала резко меняться сразу после того, как попала под его оптим. Тренер Рустамовой вспоминает, до начала работы с Загайновым характер у девушки был стальной. Жизнерадостный раз. Она была настойчива, она была, ну, грубо говоря, пацанка такая боевая. Боевая девчонка была, она всегда коллектив около нее, вокруг нее. Зато после тесного общения с психологом Юля стала к полной своей противоположности. Она стала сразу скрытой, она немножечко изменилась. И когда с ней начинали на эту тему говорить, она буквально, в смысле, отсекала вот эти моменты. Мол, это моя личная жизнь. Буквально через месяц после начала сотрудничества с Загайновым, Юля стала жить с ним гражданским браком. Ее тренеру такой союз 67-летнего психолога и 24-летней спортсменке казался диким. Я говорю, Юль, ты меня извини, конечно, я все прекрасно понимаю, но он на один год старше твоего отца. Но очень скоро Юля почувствовала, что совершила ошибку, начав отношения со своим психологом. Видно, в ней уже начала просыпаться вот мысль о том, что это недалеко не тот человек, за которого он себя выдает. И у них уже, как потом я узнал, что чуть ли не до драки, до открытого мата, там, ну, взаимоотношения испортились буквально в смысле. Девушка несколько раз пыталась уйти от Загайнова, но сделать это ей было нелегко. Потом она от него сбежала, он приходил сюда, она тренируется, он ее преследовал. Она мне близко боялся подходить. Он ее то на эту сторону придет, трека, она убежит на ту сторону и скрывалась от нее. Загайнов каждый раз возвращал ее назад. Может быть, ему была нужна не столько сама Юля, сколько ее молодая энергетика? Многие парапсихологи не исключают именно этого. Старики, им нужна энергия, чтобы бороться со своими болезнями. И это все надо понимать. Даже спустя 4 года после трагедии Загайнов вспоминает о смерти своей любимой с дрожью в голосе. Вероятно, да. Я недооценил что-то, может быть, серьезное. Понимаете? Мы поссорились, я не буду скрывать. Вот. Я вернулся домой в плохом настроении, просто она только что приехала с тренировки. Я не мог перестроиться. Я был в этом в плену. Ради чего я стараюсь? Сейчас мне страшно это вспомнить, боже мой. Что недооценил Загайнов? Силы своего влияния на девушку? Ведь весь последний год своей жизни Юлия была в его полной власти. Он ее пожирал буквально в смысле. Я говорю, он буквально с выезда правильно сказал, что она была в какой-то степени просто зомбирована. Следствие по делу о гибели Арустамовой остановилось на версии самоубийства. Но почему Юлия решила вдруг покончить с собой, никто до сих пор понять не может. Ее тренер вспоминает, накануне ничто не предвещало трагедии. Юлия тренировалась, как обычно, и была в прекрасном настроении. Вечером уехала она домой, все нормально. Утром рано мне звонят и говорят, что из федерации, а где Юлин паспорт? Я говорю, у меня. Ты знаешь, его срочно надо отдать. Я говорю, кому и зачем? Вот Юлька придет и заберет сама. Она говорит, она не приедет, она в морге. По мнению эзотериков, если молодой человек внезапно расстается с жизнью, то, скорее всего, в этом виноват энергетический вампир. Он выпивает всю энергию своей жертвы, и у нее просто не остается силы жить. Человек живой, здоровый, раз пошел и говорит, ой, умер, а как это у него сердце? А его пробили, и у него идет, вот знаете, энергетику спили, или в спине, или со стороны вот чакровых зон идет вот этот синяк, такой фиолетовый. Это знаете, что этого человека выпили. Сразу после короткой рекламы. Что заставило Светлану Сурганову написать песню «Мой энергетический вампир»? Смелый эксперимент. Маг добровольно становится донором вампира. И кто довел школьника до самоубийства?